Что должно прийти на смену циркофагу, который сегодня есть? Рассматривался такой радикальный проект, но на него Европа не захотела собирать деньги, и поэтому этот проект просто посчитали неэффективным. Но это, на мой взгляд, радикальное решение всей проблемы. Бетоном залить те помещения, где находятся топливные массы, топливосодержащие массы, чтобы прекратить мигранцию этих частиц, чтобы прекратить их распыление и так далее. Дальше укрепить стены изнутри маршзала, выполнить такие штольни для обслуживания и контроля самого саркофага и весь его засыпать грунтом. Сверху сделать гидроизоляцию, с тем, чтобы туда не попадали никакие осадки. Оставить вентиляционную трубу, чтобы мы вентилировали то, что там находится внутри, причем контролировали уход. А если мы строим арку, трубу уже будут пилить. Мы утратим систему очистки газов, находящихся внутри саркофага, и внутри той же самой арки. То есть вот радикальное решение проблемы. Сверху это гидроизоляция, то есть бетонного покрытия, то ли из нержавеющих материалов, то ли из бетонных пород, то ли асфальтирование сделать такое покрытие. Насыпаем грунт, и мы получаем чистый холм, на котором можно уже строить какие-то другие производства, связанные с каким-то риском. Потому что 10-километровую зону мы потеряли, будем говорить так, на тысячи лет. 30-километровая зона, я думаю, уже лет через 10, после проведения каких-то специальных программ по реабилитации этих территорий, включая даже город Чернобыль, можно будет ставить вопрос о возвращении к жизни. Возможно, даже начать там строительство родильного дома. Жизнь начинается, когда рождаются дети на этих территориях. Но для того, чтобы эти территории по-настоящему стали обживаемыми людьми, нужно поработать. А у нас, к сожалению, ни нынешнее правительство, ни прошлое вообще не выделяет средств на реабилитацию территории, на медицинские программы не выделяется денег вообще. То есть преступная такая беспечность царит в нашем правительстве.